Полгода назад у Николая Берестейникова на губе вылезла болячка. Сначала он подумал, что просто обветрились губы, но жгучая боль заставила пойти к врачу. Диагноз – рак губы первой степени. В краевом онкодиспансере ему проводят лучевую терапию. Обошлось без операции. Когда у вас это все появилось, вы же наверняка не думали, что это онкология? Нет, я не думал. Просто болит, да. Не заживает, потом не заживает, не заживает все. Это проходит, опять начинает. И такие первые звоночки многие пациенты часто воспринимают как обычное воспаление. А ведь от ранней диагностики во многом зависит успех лечения. Опухоль наружной локализации, а это лор-органы, полость рта, щитовидка, могут вовремя выявить даже стоматологи или лор-врачи. Вообще патология довольно нередкая. Грубо говоря, 100 человек болеют раком нижней губы, выявляются вновь в Алтайском крае. 100 человек, злого качественного образования полости рта, в том числе языка. Где-то 100-150 человек рак гортани. В прошлом году у 150 жителей края выявили рак полости рта. Половина из них попали в руки онкологов уже на третьей и четвертой стадии. Чтобы как можно раньше выявить рак головы и шеи, врачи краевого онкодиспансера устраивают бесплатные осмотры. Специалисты проверяют слизистые полости рта. И этого достаточно, чтобы выявить проблему и отправить пациента по необходимости на биопсию. Если в полости рта появились болезненные ощущения, локальные, или язвочка, или наоборот образование, и все это в течение двух недель не проходит, то можно смело приходить. Кстати, если у вас болит голова, это не повод, чтобы приходить на осмотр. Причиной может быть мигрень или гипертония. Точную дату бесплатного осмотра можно посмотреть на сайте краевого онкодиспансера в конце следующей недели. А Николай Берестенникова уже через месяц должны отпустить домой. Он уже и сейчас чувствует себя хорошо, только жалеет, что придется встретить день рождения в стенах онкоцентра. 17 сентября ему исполнится 80 лет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Очень много, очень много.